Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Все такое Это уже не относится к этому Ельцин, например Он это Как вы сказать Конечно же, вы понимаете, что Ельцин простой славянский русский человек Который легко попал во власть Как любой славянский русский человек попадает во власть Легко Ведь это Россия он это где ну это был сарказм то не понял такие такие бывают и знаешь их много большинство и они агрессивны очень резко агрессивный простой мальчик с простой семьи русской играл он там с кем-то дрался или играл с пацанами из другой русской семьи бедный но советской знаете что сделал зафиксированный факт которая в котором никто нигде никогда не говорит просто взорвал он короче он в общем то ли взорвал то ли чё то ли изуродовал петарды какой-то ли чем изуродовал того простого русского мальчика это ельцин знаете что ему знаете что было ельцину за это угадай что было бы простому мне ну простому русскому мальчику если бы он изуродовал кого-нибудь ну сам понимаешь его родители там миллиардные штрафы его высого посадили в колонии так далее тогда власти бы его точно не допустили а что сделали с ельциной там дальше включение масс где ларин говорит три заветных слова не это норма я и более того ельцин стал президентом вот все вот на россии красная страна о том бедном мальчике которого он изуродовал даже интервью никто у него не возьмет никто ничего не сказать не спросит у него они берут выбрали интервью какого-то там кого то есть чернобыля но у мальчика этого которого изуродовал этот ельцин детстве подростковом возрасте с индийской жестокостью он изуродовал того мальчика никогда не возьмут интервью может его уже убили сейчас не случилось его никогда стараешь задумайся и этот ельцин стал президентом у нас прогресс по крайней мере навальный никого еще не убил не изуродовал и может он не станет президентом но тот кто станет он будет одним из этих кто легко убивает уроды простых людей ничего за этого нету не бывает я может как гадалка и сказал да точнее точнее путин будет править там он будет править бесконечно то есть ваши дети внуки и правнуки выразиться он будет править они будут верить что он жив и здоров что он прекрасен я вам отвечу и вот я в этом абсолютно лично убежден мне все равно смеетесь нет но так будет будет бесконечно править бесконечно его уже даже нет живых как чеширский кот улыбка осталось сейчас есть такие технологии которые заменяют голос и внешность человека полностью под хромяки это вот под хромяки его ставят и он не отличается от обычно и другой говорит за него окажется что это он говорит что это путин говорит или кончик или кто угодно самое худшее то что нас ждет такое тоталитарное будущее кое не снилось 1980 счетом лет роман мы заметим такое не снилось роман мы заметим это просто цветочки ягод вы не представляете вы не представляете вы думали вы победили зло вы не победили зло вы спасли зло которое теперь будет строить свое тоталитарное будущее величайшие самое величайшее тоталитарные будущее в мире, от которого вы просто офигеете, ты же слов там не подберешь, что там будет твориться, вы просто взводите, как над вами будут издеваться безжалостно, это будет то же самое, что было в середине, ну там, кое-какой страны, когда там начиналось, то же самое, только еще похлеще, вот вы еще увидите, еще увидите, на мне это будет, на всех от нас, это отразится на всех остальных людях, только олигархи, мы не будут испытывать этот ужас, потому что они, на то я не олигархи, самые богатые, вы не понимаете, я не хочу вам ничего объяснить, можете меня там позвать, смеяться, шуточки какие-то придумать, там, клички, там, всякое, это, молодцы, без здорового победили, свое, свое, свое рабство будущее, вы победили, да, унизив у кого-то художника, или даже не художника, просто порисулька, молодцы, выразите свой, свой протест против борьбы, предъяви, против фравства, которое тебя ждет, возьми, напиши комментарий, все, напиши мне гадкий комментарий, или смешивая, обесценивающий, что-то пережитое мной серьезное, то, что ты бы не хотел пережить ни в коем случае, если пережил, ты бы был нифига не рад этому, вот и все, так что, может быть, вы заслуживаете такого будущего, и причем мне придется с вами в этих кандалах существовать, а оно теперь все уже, в общем, сами все увидите, жаль, конечно, что все так сложилось, что-то темно сучка встала, я должен был принять 3 субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok все время рисовал, я ходил просто за компанией с другом, родители мать всякие секции избивают людей чтобы из меня сделать нормального человека я ходил на греко-римскую борьбу два года меня прозвали там титаном к самый легкий на больше металл можете спросить моего друга тоже семейный уехал из этого города мнение я даже не хочу вам что-то показывать мне плевать ходил на кикбоксинг 25 раз потянулся без дырега неровно просто вот на внутренней какой-то вот энергии которые просто потому что но я худой не знаю просто много тренировался было энергии внутренней много я его энергию во все вкладываю в речь но сейчас я не вкладываю энергию в речи так вот вообще вкладываю или в рисунок это нигде там когда посмотрели они сидели молча понимаешь нормально относились ко мне там был один изгой но он заслуживал этого потому что когда там то своего защитить или еще что-то он на меня начинал пытался сделать из меня нет чтоб на меня переключились короче он не обладал моральными качествами принципами короче был сам хуже их даже чем-то на время на башни ксарда соединить просто же не жаль у меня по мастеру больше не пишут красиво было фломастерами я бы сейчас включил речь жак фреско послушал я могу зацикленно слушать слушайте там но я слушал этого ежи и прочих просто уже мне уже я и говорю я открываю открыл вот этот youtube просто отписался от всего мне просто отвращение какое-то по всему этому такое отвращение это просто не знаю как объяснить и ко всем этим ежи сарма там ко всем вообще блогерам практически ко всем и то я только занимаюсь рисованием ем сплю говорю говорю свои речи как которые которые никто не понимает не хочется слушать но почти но большинство не понимает который бессмысленно просто я сам себя тактую грязь я знаю же думаю границу больше не открою даже когда коронавирус пройдет нет неужели тебе такое непонятно какая банальность все знаешь что мне сказать а как раньше была а я какая или какая так кто-то сказал из улицы с кем пытался бы открыть на кем а раньше в железном занавесе нормально жили представляешь вот все вот и весь разговор что-то скажешь ты по-моему человек ничего не скажешь ты можешь на меня орать сколько угодно ты патологически агрессивен ты там то-се орать там с рыча короче на коленках корточки стоять рыча рыча террорами ты агрессивен агрессивен я тебе буду давай больше агрессии капкой ты еще больше выше госпитализируемся и может доказать что это неогрессивен я молчу тебя norma учишь не можешь ничего доказать поэтому той проценты и давать больше она более больше агрессии гервкой этого на четверенький сыграть рычи начинай рычать ты не сможешь ничего изменить о том чем я говорю ты можешь одного такого-то ничтожного художника выплеснуть свою злость на него обвините очень придумать оклеветать и так далее ты не сможешь изменить вместо того чтобы объединиться из того чтобы вместе что создать не можешь понять что художника ранимое сердце он может просто чувствовать сильно передаю что я тебя вдохновил стать художником отлично сам при этом не это злишься сердце гнев держишь молодец выплеснул я плакал можешь радоваться вести к своей цели обидеть художника это же так легко это просто да обидел художника медали буду выдавать если кто может мне выдать сделать печать медали какие-нибудь или грамоты где написано обидел художника я такой же как и все каждый я как как и каждый достижение каждый сегодня пришлете я буду раздавать это людям они конечно не будут носить надо было прикольно молодец что доблесть доблесть сбил художник доблесть величайший воин там вообще величайший воин избил того кто нуждался в помощи депрессии был кто очень хреново было блин молодец сбил стал супер воин суперский воин молодец нормально все вы все супер крутые ребята только вот что-то стране вы ничего изменить не можете ничего не можете сделать не не на митинг сходить ничего не сделать я даже на митинге никуда вы не ходите но вы супер воин безжалостный вам главное безупречность сохраняйте только вот не жалуй только вот потом на меня не ропщите когда будете вспоминать как я говорил вам что с вами будут делать банки сбербанки любых частных банках и вообще на улице полиции что с вами будут делать как вас будут заставлять вам покажется прыганье цаплей просто цветочками просто вы скажете можно лучше цапли попрыгаешь а тебе скажет нет должен цапли попрыгать а еще и плюс вот это вот это вот это вот это вот это вот это сделать ты еще помянешь мои слова меня тоже будут заставлять я тоже простой человек может быть я к этому времени я не знаю я не могу это для тебя стоять вот эти отвечают для тебя стоять цапли будет просто заблагости разрешат просто цапли постоять и не выполнять то что им подписано государство делать простым народом вот так можешь смеяться там узкие к лол кек чебурек все такое можешь больше агрессии давай больше агрессии давай гав гав можешь там посмеяться сильнее истерично все силы смеси поможете продлить жизнь крастья будут когда тебя будет там кое-что делать государство там смейся сильнее чтобы забыться еще чем думаешь чтобы забыться потому что ничего мужского они они причем еще на буду называть это мужественностью они все подменят не будут называть вот это вот то что они будут вытворять с тобой со всеми нами они будут называть это настоящий мужчина ты должен это выполнять все к часами все увидите скоро чем не распинат я просто рисую и мне просто не с кем поговорить то жду ладно в общем ребят скоро вас ждет замечательные времена где государство будет очень заботиться о вашей безопасности ну уж поверьте вы там не переживайте вы держитесь всего хорошего а если ты уедешь в другую страну думаешь ты спасешься думаешь ты такой умный раз уехал в другую страну а тебя там чпок в банке мужички симонова чпок я там еще похлеще все еще деньги сдерут короче можешь чего угодно делать прекрасный человек ты добро сделал художнику точнее точнее не художнику а просто рисовальщик даже прессы будешь ты рисовать может каждый молодец ты благодарна не жалобе молодец скоро ждут тебя интересные времена у нас всех буквально примерно полтора года где-то представляешь просто послушай что они не несут коронавирус ты же просто дичь вот тебе говорить потому что начнешь брызгать слюнами начнешь агрессию зубы скрипеть вручать начнешь на улице смеяться или еще чего-нибудь короче мне пофиг вообще чё дело когда когда с тобой будут кое-что делать полицейские на каждой улице какими летающие дроны полицейские врачи которые будут даже не болеешь а просто пихот будет кое-что с тобой делать. Сбербанков, это все из банков все идет, источник. Вот тогда ты можешь рычать, можешь кричать, какой плохой Александр Ленин, какой плохой негодяй, я напишу о нем статью плохую, когда тебе будут вставлять в одно место кое-что, как он посмел пересказывать мне на это будущее, я не хотел такое будущее, он виноват, не я, я все время только бил, поносил, унижал, все себе дал, унижал его, запугивал его, молодец, теперь тебя будет унижать государство, меня тоже, ты выедешь куда-нибудь в поселение, тебе придут полицейские, все там заберут, ты никуда не уедешься, ты никуда не денешься, понимаешь, никуда, все, все. Я один об этом говорю, еще один говорит блогер, еще пару блогеров по этому говорят, но они не очень дружны друг с другом. У нас в России склонны люди друг другу хамить, грубить, к сожалению, нет культуры, дискуссии, общения, просто, если бы подобрее друг к другу относились, было бы гораздо лучше, но, к сожалению, такого не будет. Я лично никого из этих блогеров ничего плохого, условно, не сделал, они же негативно ко мне относятся, ну, ладно, пожалуйста, как хотите, посетитесь, что хотите, делайте. Я не скрываю, только я вот не скрываю свое лицо, в отличие от тех блогеров, которых я говорю, они все скрывают свое лицо, но в принципе правильно делают, я вот не скрываю. Я открытый говорил, знаешь, почему? Потому что, ну, как же, как же, как же, почему? Потому что я трусливый, ничтожество, все такое. Да нет, на самом деле неправильно делают, потому что, ну, как Федорову бы сказал, тряк, мужик там. Кстати, вполне возможно, что они бы, наверное, некоторые из них были бы на стороне Федоровой, вот что удивительно, я бы даже не удивился. Ну, короче, неважно, просто такие люди у нас, так сложилось, наша судьба такая. Совсем немного успел порисовать. Если кто может, расскажите про меня, дизлайву, короче, вот этим вот консервативным токсичным блогерам, именно дизлайву, эвейду, нет, не эвейду, нет. Я хотел с эвейдом поговорить, но он что-то слишком загнался, стал, слишком агрессии у него много стало, там, дизлайв, там, ну, этот, Володя Ботхертов, там, не знаю, да, хотя они им плевать, вообще, они меня обзовут, так, короче, пофиг, вообще. Ничего не будет, ничего, нет смысла вообще тратить без слов. Нужно просто молчать, выполнять свою работу и смотреть Путина, и все. Вот и все. Просто хотя бы скажите им, что этот человек не прячется в своем лице, но они скажут, ну, и дурак. Они никогда не скажут, что это смелый, но они скажут, что это дурак. Спасибо за комплимент, спасибо соратники. Я лично вас смотрю, слушаю. Спасибо, друзья. Никогда никто не объединится. Короче, в смысле. Блин. Все бы знали, что... Что теперь нарисуем. Ферму Лабарта нарисовали. Здесь речка. Короче, мы ничего не сможем изменить, ребят. Не сможем объединиться, потому что вы... Мы орки. Мы грубые друг друга. Мы говорим грубые слова друг друга. Сами того не понимаем. Но вот дизлайк вроде... Фиг знает. Вроде он за то, чтобы не... Чтобы мужчины не оскорбляют друг друга, но фиг знает его. Фиг пойми. Он может договорить, а может потом... Оскорбить тебя. Да ты тут не... Ты тут не знаешь, что здесь происходит. Может произойти. Следующий момент. Расскажите, короче, в дизлайвах про меня. Хотя можете не рассказывать. Я там, где я рассказываю про... Хотя у нас не очень-то схожий контент. Точнее, весьма не схожий. Вообще, вообще... Я один. Просто меня вообще никто не смотрит. Смотрит там один, два, три человека. Ай, блин. Вообще, я здесь... Я... Может быть, я сделаю канал, где буду от своего имени не прячусь говорить. Мне пофиг вообще уже. Все равно. Короче, ты здесь никогда не найдешь девушку. Ты можешь там стараться, что хочешь, прыгать, прыгать, короче. Здесь Сечина бросила жена. Жену ты не найдешь себе здесь. Здесь Сечина бросила жена. Я не знаю. Может, кем угодно. Давай таблицу. Подключай таблицу. Типичных слов. А-а-а-а-а. Ты... 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 Продолжение следует...